друзья приветствую всех с вами снова максим сегодня у нас будет такой небольшой живой стрим из замечательного венского парка шонбрун неоднократно уже были у меня отсюда видео но это все было на заре моего канала несколько лет назад так что те кто недавно присоединился посмотрите на парк прекрасный пар друзья находится между двенадцатым и тринадцатым районом вены мне кажется мне кажется что это самый ну или один из самых лучших однозначно парков вены большая территория здесь прекрасный дворец для посещения находится зоопарк я вот как раз свою семью отправил зоопарк а сам пошел погулять сейчас у нас что у нас середина ноября поэтому конечно не видим мы всей красоты парка когда есть видите все красиво пострижено с этим парком друзья у меня связаны особые воспоминания потому что ну практически ровно десять лет назад именно сюда мы приехали не в парк конечно в австрию приехали мы в те времена еще совсем молодые 24-летние ребята приехали в австрию и жили мы совсем близко вот с парком шинбрун со стороны 12 района как сейчас помню улица была роза с газа называлась и вот каждый день практически мы гуляли в этом парке зоопарк так вообще моему сыну был дом родной зоопарк можно купить в те времена была годовая карта стоило 40 евро сейчас друзья ну около 40 там 38 по моему стола сейчас 49 за 10 лет со видите прикиньте рост цен да и вот каждый день моя жена я после работы приходили сюда играли в песочницах вот впереди там одна из них гуляли здесь а потом наверное года через два или три после приезда я начал вообще бегать когда я приехал я конечно был таким пухлый пухлый парнишкой килограмм под 95 а потом мой товарищ лёня который кстати сюда меня и позвал скажем так в австрию вот он начал заниматься там бегом это потом он уже стал там матерым триатлетом тогда мы только начинали бегать я вот по утрам помню по темноте еще уже бегал здесь по парку есть конечно отличнейшее место заниматься спортом прекрасные дорожки вообще по который можно бегать можно кто хочет можно там на гору забегать не хочешь бегай по по прямой здесь начиналась моя спортивная жизнь вообще австрийская но если мы уже друзья предаемся воспоминаниям то как сейчас помню нашу первую квартиру страны странная была конечно очень квартира на первом этаже холодные полы были такие никакой толком там кухни не было ничего не было то есть условия конечно какие-то были у нас очень странные жизни сама ее было большое преимущество что она была дешевая она стоила 500 евро в месяц даже меньше 450 евро в месяц сейчас конечно друзья за такие цены вы не найдете даже ну максимум комнату найдете в ведь цены на на недвижимость на покупку и на съем очень сильно выросли но и тогда друзья это было очень не кислая цена для нас потому что приезжал я на самую минимальную зарплату зарплату у меня друзья была как сейчас помню 1600 евро в месяц первая моя зарплата и была она кстати несколько лет не хотели мне засранцы поднимать зарплату я уже потом помню хлопнул через три года работы хлопнул уже по столу и сказал все надоело но это друзья знаменитейший дворец шанбрун главная летняя резиденция правящей динамских габсбургов австрийских основная вообще туристическая достопримечательность вены ну не то чтобы основная да ну одна из основных скажем смотря для кого что прекрасный вообще здесь парк и и дворец и парк вокруг занесены в список достояния юнеско огромная куча комнат друзья во дворце больше 1400 комнат насколько я помню можно зайти конечно же на экскурсию билет стоит если конечно цены не изменились то 14 евро огромное количество туристов друзья огромнейшее количество туристов азиата очень много ну и наших людей тут можно встретить большое количество вот в этом левом крыле есть еще детский музей в котором было перепраздновано неисчастливое количество дней рождения даже мы там были наверно на двух-трех точно там детей переодевают в в одежды того времени ну так и найти там девочек в платья мальчиков камзолы там дают им шпаги и вот они там воображают себя принципе принцессами зоопарк 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 друзья находится вот там вот там вот вот там вот эта конструкция наверху извините солнце слепит называется gloriet ничего себя особенного не представляет так вот друзья зашел с другого с другой стороны фактически это главный вход сюда шенбрун вот здесь вот этот вот детский музей который я говорил но впереди видите уже идут во всю подготовки подготовку к к рождественским базарчиком зайти нельзя значит вот стоит что с 24 до 26 до 4 ноября до 26 декабря ну а также потом до 6 января будет рождественский здесь базар видите вон уже елочки там все совсем совсем скоро открываются рождественские базары за месяц фактически до рождества они открываются на которых все желающие смогут попить пунш поесть различную выпечку ну и насладиться вкусом запахом и цветом рождества друзья сказал я цвет рождества и прям всплыло у меня в памяти цвет волшебства книжка терри прачета кто вообще любит фантастику и не читал в терри прачета друзья немедленно восполнить этот пробел пойдите почитайте его книжки отличные ну так как мы сегодня уже начинаем болтать на всякие отвлеченные темы поговорим и на эту тему несмотря на то что друзья мне уже 34 года но никак я умственно и морально не дорасту до всяких серьезных книг всю жизнь я как читал фантастику так и продолжаю ее читать даже не знаю кто ли такой умственно отсталый то ли то ли это нормально и каждый человек имеет право читать то что ему хочется даже не знаю до что отклонился от темы иду я друзья как как вы поняли все там же в парке шамбрун вот этот дворец остался позади а тут такая вот прекрасная дорожка прямо идет которая мне всегда очень нравилось здесь я и бегал всегда и сейчас пройду давайте даже сюда зайдем есть такие друзья целые прям лабиринты выстрижены конечно когда все зеленое но все более красивая но и сейчас и сейчас друзья по этим лабиринтикам походить на эти как хорошо какое отличное место вена конечно сама по себе очень красивый город много парков но шамбрун все-таки отличается остальных есть конечно другие друзья красивый парк есть парк оберла который нам женой очень нравится там и термы хорошие и парк замечательно ну кроме кучи положительных воспоминаний от этого парка есть статьи у нас одно и отрицательное связанное с ним когда-то когда сыну нашему было наверно было ему годика два помню шли мы с ним здесь шли он спотыкнулся и упал и прямо лбом вот посередине лба об камень такой острый бахнулся кровь там лилась а потом начала его тошнить там ну и все мы уже были уверены что у него сотрясение мозга ну или что-то такое скорую помню вызвали отвезли нас в кх центральную венскую клинику сделали там ему рентген все оказалось что никакого сотрясения нет но для молодых родителей какими мы были в то время это конечно был серьезный стресс так что друзья вот так так друзья я зашел уже с другой стороны к другой стороны это получается у нас что запад западная часть парка здесь находится еще один основной вход в зоопарк вот это вот да красивые конечно постриженные декоративные растения вот эта вот конструкция впереди это пальмин хаус да то есть в общем по сути тропический дом где можно заплатив какую-то денежку я честно говорю уже забыл какую посмотреть на различные растения тропические напротив находится как пьян хаус или дом дом кактусов вот этот вот ну в котором такие пустынные всякие пустынные там растения какие-то ящеречки есть но вот этот вот дом кактусов он особо не оправдывает средств вложенных него разве что только посещать все это вместе можно купить такой комбинированный билет на все вместе на зоопарк на вот на тропический дом на на дом вот кактусов тогда да тогда если вы сюда идете с детьми один раз приехали например можно все это посетить тогда он себя оправдает 26 евро друзья посмотрел стоит комбинированный билет во все эти три места зоопарк тропический дом и дом кактусов 1450 за ребенка вот так друзья погуляли мы с вами немножко во парку шанбрун если вы будете проездом бене я думаю что вы это место не минуете потому что вас сюда любая туристическая контора в любом случае затащит я думаю что вы не пожалеете любое время года замечательное место для прогулок с вами максим австрия вена пока пока